Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем играть и проходить Mass Effect 2 на канале Victoria Art Game. В предыдущей части мы помогали Тейну узнать, что с его сыном Ковидом это миссия на лояльность. Мы предотвратили убийство. Он хотел стать киллером или уже стал. Мы все разрулили и они пообщались. Вроде как у них налаживаются отношения. Сейчас я хотела найти все-таки удостоверение кому принадлежит или кому можно отдать поддельное удостоверение, которое мы нашли. Когда выполняли миссию на лояльность Гаруса. Просто не могу поверить во что люди превратили это место. Что еще за списки? Списки какие-то? Цитадель ложное ободрение. Не может добиться разрешения на то, чтобы покинуть Цитадель. Она находится на уровне 27. Поговорить с Каларой? Нужно поговорить. Я случайно послушала ваш разговор. Человек, ваш народ вечно гнет линию, будет упрязан решить проблемы в галактике. Так ведь? Чем я заслужила такое обращение? Лично вы ничем. Получив место в Совете, ваши родичи добавили массу новых таможенных проверок и ограничений. Нас считают потенциально опасными в связи с проникновением гетов. Нам не разрешено подняться на борт корабля, чтобы вернуться в сектор Азария. Да, это, видимо, уже стащил уже Андерсон. Это уже не мы виноваты в этом. Я не знаю. Они нам не говорят. У них есть какой-то список, в котором мы по какой-то причине находимся. а по какой молчок. Я не знаю, кто принял решение. Нам об этом сказал какой-то шелкопер в порту для челноков. Может, кто-то из СБЦ. Посмотрю, смогу ли я с чем-нибудь помочь. Я не буду слишком, наверное, вас утруждать. Я не увидела. Поговорить со служащей таможни СБЦ. А это администраторша. Та дотошная, которая не хотела впускать турианца и просила его снять биоусилитель. Якобы биотическая сила считается оружием. Но турианцы единицы только. 1% всего населения пользуются биотикой. И его это разозлило. Как видите, здесь очень налегают на людей. Обвиняют их в том, что случилось здесь. на цитадели во время вторжения гетов. Якобы они хотели силы взять власть. Опять же, повторяю, что у Шепард не было таких планов. Мы хотели все силы бросить на спасение людей и всех других рас, чтобы было меньше жертв. Потому что все зависело от каких-то секунд. Пока мы спасали бы путь предназначения, ситуация могла бы выйти из-под контроля. если уж так все плохо, Андерсон мог бы назначить новый совет из турианцев, саларианцев и азари. Ей просто предоставили кого выбрать, Ундину или Андерсона. Прошу прощения, сэр, но вам придется отказаться от использования биотики, а его до сих пор не пропустили. Я вот про этого турианца говорила. У меня его нет, я не биотик. Вы люди сплошняком во всем виноваты. Люди здесь. Многие азари не любят людей. Я разговаривала с парой азарой, они пожаловали, что таможен не позволяет им покинуть станцию. Я объясняю причин. Прошу прощения, сэр, но я не могу обсуждать вопросы, имеющие отношение к безопасности станции. Мы не можем допустить риск проникновения гетто. Расскажите информацию о том, почему за кем-либо установленным людей не может подвергаться опасность. Вы с ним говорили, они похожи на гетто. Пожалуй, нет, но никогда нельзя быть полностью уверен. Послушайте, мисс, мне приходилось сражаться с гетто. Сотнями гетто. Поверяю вас, это не все двое. Им не хватает светового глаза. Это ничего не меняет, таковы уж правила. Бредовые правила. Я не могу пропустить их, но я могу отправить их в дело на повторное рассмотрение. Глупость какая-то. Чем я еще могу помочь вам? Я здесь не была пара лет, похоже, мероприятия стали строжим. Не пошла она нам на встречу, не получилось нам ее ломать. Как же нам разрулить эту ситуацию? Скажите к Аларе, что теперь она сможет так им дистанцию. Она же нам не разрешила. людям разрешила. На повторное она рассмотрение отправила их не дело, она сказала. Нужно ей сообщить об этом. Сейчас опять ее не найду. Ну вот они сидят обе две. Итак, опасность не позволяет вам улететь. Хорошая новость, мне удалось убедить их пропустить вас. Дружеское убеждение. я оказала на ошибки в их действиях. Немногим такое выпало, как неожиданно. Нам нужно подготовиться к отправлению. Завтра Натесси вылез на мой корабль. Она удивилась, но она нас не поблагодарила, как будто так и должно быть. Как будто люди обязаны чем-то из-за того, что сейчас власть у людей. стараешься как лучше. Получается как всегда. Какой бы выбор ни сделали, всегда будут последствия. Всем не угодишь. Одним всегда будет нравиться, другим не нравиться. Сколько людей, столько именей. Так что можно бесконечно перечислять причины. Шепард не жалеет, что она сделала такой выбор. Нам совет вообще не помогал, сколько мы просили у них помощи. Это было не в отместку им, а из-за сложившейся ситуации она действовала. Да и вообще у нее цели люди и жизни людей и других раз превыше всего. Даже превыше жизни совета. Если выбирать нужно было люди или Андерсон, я думаю, она бы выбор людей, и Андерсон бы с ней согласился. Нам письмо пришло Нормандию, спасибо. Можно продолжать поставлять оружие колониям на границах пространства гетов. Это вот миссия стрела Н7. Мы спасли груз, где корабль, который захватили гетты. У нас здесь улучшение крупнокалиберного пистолета. ногу у нас улучшение уже 4 из 5. Ну, давайте поговорим с Тейном. Наверняка у него есть что нам сказать. Мы помогли ему. Он теперь лоялен для нас, и мы с ним подружились. Может, нам еще что-нибудь расскажет про себя. необычный убийца. слишком долго вы сражались с гранилами, которые считают раскрашенную гранью. Ханары тренировали мое тело для этой роли с того дня, как мне исполнилось 6. Ты убивал 6 лет? Нет, конечно, первое убийство я совершил в 12. Убирс какой. Они тренировали меня. Ты был ребенком, а не вложением. Я неправильно все описал. Они ценили меня, да, как инструмент, но и как личность. Ханары, они же ужасно вежливые, поклоняются протеанам. Каждый народ обучает убийц. Ханары отличаются только тем, что им приходится обучать представителей другого вида. У них сильная хватка, они вырабатывают мощный яд. Убирение воды. Почему твои родители согласились на это? Соглашение было достигнуто в рамках договора. Что за договор? Мы живем на родине Ханаров, из-за того, они спасли нас. Некоторые из нас спасли от вымирания. Они должниками себя чувствуют какими-то. есть множество вещей, заниматься которыми Ханары не могут даже при помощи машин. Это противзаконно. Они превратили весь твой народ в рабов. Ты оскорбляешь меня, Шепард. Любой из нас может отказаться служить, но делает это добровольно. Мы существуем только благодаря Ханарам. Они видимо чувствуют долгом может какой-то благодарность вне океана они не являются но если бы тебе удалось увидеть их. Ну короче в океане они смертоносно видятся в воде что не скажешь просто этим погрузился в свои воспоминания у него один палец сросшийся два пальца сросшихся ты знаком с трудами зеленых философов нет зеленых философов это он имеет ввиду дрелла очень серьезно это не но не 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 а не 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 С ним на какие-то легкомысленные темы не поговоришь. Поэтому после сложного задания, думаю, сразу нам с ним разговаривать не стоит. Иногда бывает настроение поговорить о серьезном, а бывает наоборот расслабиться хочется. А с ним всегда разговариваешь только на серьезные темы. На рахане миллиарды дреллов умирали, сражаясь друг с другом за исчезающие запасы воды и пищи. Сейчас на рахане выжило всего несколько тысяч дреллов, селящихся общинами численностью не более нескольких сотен. Дреллы состоят в галактическом сообществе примерно два столетия. Большая часть обитает на Кахье, вполне довольны соседством с ханарами. Склонные к авантюрам, дрелла покидает Кахье. Переняв от ханаров острое восприятие языка тела, путешествуют дреллы стремятся войти в контакт с новыми расами, принимают культуру и редко возвращаются домой. На Кахье ханаре представили дреллам все возможности для процветания, хотя другие расы и даже некоторые ханары зачастую относятся к дреллам как к младшим партнерам. Хорошо, они так их приручили. Если Тейн оскорбила слово раб, значит приручили. Только такой взгляд у меня напрашивается. Может быть, ханар умеет гипнотизировать? И они же не будут всю свою жизнь расплачивать за то, что они их спасли. Шепард все так делает, от чистого сердца. Может нам одного дрелла себе помощники взять? Будет нам кофе покупать? Это шутка. Я просто не одобряю то, что делают ханары. Они уже расплатились полно за благодарность, что их спасли. Думаю, пора их отпустить, чтобы они жили уже сами по себе, без всяких договоров. Он теперь не видит разницы между темным и красным, и черным. Но видит ультрафиолетовый свет. Он сделал операцию на глаза, которые делают большинство дреллов. Но у него зрение, как у хищника. Я не знаю, что дрелла им было много богов. Это одна из наших старых вероятствий. Многие обладают ханары и киндры, или осары. Которые орбитовы, которые у нас знают хранить хранение. Есть так много способов, чтобы интерпретить их место в мире. Кто не требует знания наших ancestors? Многие генерации не всталят, что они могут помочь нам дать генетическую инженерию, орбитов, или религиозные. О trusted овладом в семье, не очень в порядке. Взглашайте. Овладом в семье, но не жизнь, как вы и я знаете. Ну, понятно, что он имел в виду, Дрейла больше понимают слово душа, многие расы и люди забыли уже о том, что... У них есть душа, они цепляются только за материальные какие-то ценности, вот, и Дрейла верит, что после смерти есть жизнь такая же, и смерти не нужно бояться, что это всего лишь физическое тело, ну, это опять же дело, кто верит, кто не верит, а вот у Дрейлов такая философия жизни, видимо, у Ханаров тоже. Только у Ханаров, они там, по-моему, думают, что ПТА не какие-то там боги, но Дрейла поадекватнее будет. Он такой интересный собеседник. Тейн. Только чересчур серьезный. Да, для полной гармонии человек должен удивиться. Уделять и душе, и телу в полной мере, чтобы чувствовать себя счастливым. Стоит забыть про ген-факторы, то уже будет чувствовать, что чего-то не хватает. Полностью обложиться материальными благами, все равно будет не хватать какой-то любви, или общения, или то, чего не хватает человеку душевного комфорта. А если душа счастлива, то сущность человека всегда будет счастливой, сколько бы денег у него не было, много или мало. Поэтому душа на первом месте, а потом все остальное прилагается. Вот в это верят Дреллы. В это верю я. Ну, еще и некоторые люди.